И в стенах школы творили, и в том новом уникальном комплексе Академии творили, как высшего художественного учебного заведения. Там очень много выставочных площадей, и я всех приглашаю туда, кто там не был, есть что посмотреть. Ну, тем более у нас начнется учебный год, он начинается экзаменами в июле, это вот-вот начнутся эти экзамены. Если кто-то захочет поступать, то 5-го оттуда можно подавать в Угенск, после 5-го года. Ну, они проходят в июле, как везде, и начнется у нас первый учебный год. А что касается этой Академии, я еще могу несколько слов сказать, что она не похожа ни на Строганов, ни на Суриковский институт, ни на Репинский институт, ни на полиграфический, ни архитектурный. Это совершенно нового типа художественного учебного заведения, которое, с одной стороны, как мне видится, должно немножко традиции, хорошие, добрые традиции, старые традиции академической живописи, немножко возродить и поднять, ну, а может быть, даже не возродить, а продолжить эти традиции. Вот, а второе, это, наверное, дать возможность художнику будущего быть востребованным. Потому что сегодня одна из основных проблем художественного образования – это 90-й возраст. И выходят сотни студентов, выпускников, и, к сожалению, им либо приходится переучиваться, либо, может быть, даже совсем отказываться от той профессии, которой они посвятили годы своим учебам. Вот здесь мы надеемся в новой системе координат. Но подробности вы можете взять в буклетку, смотреть, а где там действуют сидят в буклетке. Я сейчас не буду вдаваться в подробности. Но вот хотелось бы, чтобы это учебное заведение было, с одной стороны, продолжением школы, органическим продолжением школы, потому что в нашей школе аквалилия направление живописи аквалилии, вы знаете, нет ни одного художественного кузя, к сожалению. Значит, это продолжение. А с другой стороны, это были высокие профессионалы, владеющие разными техниками, разными видами изобразительного искусства, которые, безусловно, дадут им возможность будущего и, в общем, как бы такого, как бы востребованности в будущем. Вот. Ну, спасибо большое. Я уже так вас заговорил. Спасибо. Спасибо.